На прямой связи Анастасия Крапивина и поговорим о том, что в детской здравнице пансионаты санатории работают на постоянной круглогодичной основе. Ну а летом, думаю, всем нашим телезрителям известно, насколько активна жизнь этого приморского города, учитывая высокую посещаемость. И в Паттории развивается и местная курортология. А более подробно об этом Анастасия Крапивина и расскажет. Настя, доброе утро, тебе слово. Да, коллеги, вы абсолютно правы. И в Патриоте действительно пользуется большой популярностью в сезон среди отдыхающих. У нас работает 155 коллективных средств размещения, 46 из них это санатории. Но, к сожалению, в период межсезонья половина из них не работает, поскольку не предоставляют услуги оздоровления. Обсудим и сегодня это с Татьяной Голубовой, директором научно-исследовательского института детской курортологии. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, насколько обеспечены наши санатории и подготовлена материально-техническая база для оздоровления детей? Когда мы вернулись в Россию, в общем, как бы оценивая состояние наших детских санаторно-курортных организаций, которые являются медицинскими, мы сделали такое заключение вместе с теми комиссиями, которые приезжали, что в основном наш комплекс сохранен. И сегодня он в состоянии оказывать медицинскую помощь всем тем, кто пребывает в санатории для лечения и медицинской реабилитации. Но время идет, материально-техническая база, безусловно, устаревает и сегодня требует серьезных инвестиций для того, чтобы оно соответствовало всем условиям и выполнение порядка оказания санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. Я знаю, что государство готово инвестировать в патриотские санатории. Совершенно верно. Нужно сказать, что детству в Российской Федерации и уделяется и у нас в Крыму достаточно серьезное внимание. Мы знаем и хорошо известный перечень поручений президента Российской Федерации. Это начало еще с декабря 2016 года. За этот промежуток времени и в Российской Федерации было заседание Координационного Совета и Федерального Собрания, на которых принимали участие представители правительства и ведущие наши ученые и представители практического здравоохранения. И у нас в Крыму была создана рабочая группа. И вот нужно сказать, что последняя рабочая группа, которую возглавил Сергей Валерьевич Аксенов в июне, она была создана. Было дано поручение по разработке концепции развития санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детям. В том числе разработка проекта, или как сегодня принято говорить, дорожной карты по модернизации, по проведению капитального ремонта, реконструкции, переоснащения и создания современных реабилитационных центров, которые будут оказывать помощь в восстановительном лечении больным детям, в первую очередь, и, конечно, детям с хроническими заболеваниями, и детям, которые ограничены в своих возможностях. То есть я говорю о детях-инвалидах. И нужно сказать, что сегодня этот проект, в котором и мы, как сотрудники научно-исследовательского института, принимали участие, мы предлагали варианты и концепции, и проекта развития детского санаторно-курортного лечения. Сегодня очень активно обсуждается, и сегодня он несколько раз отправлялся в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Неделю назад состоялось большое серьезное совещание, и один из вариантов сегодня рассматривается передача наших детских санаториев на федеральный уровень для того, чтобы реализовать все поставленные задачи по поручению президента Российской Федерации. Но это, конечно, касается не всех санаториев города, правильно? Это касается, в первую очередь, наших восьми детских санаториев, которые подчинены Минздраву Республики Крым. Это медицинские организации, которые работают круглогодично и принимают, в первую очередь, детей диспансерной группы, которые составят по месту жительства у себя в поликлиниках, после перенесенных заболеваний и подлежащих диспансерному учету. Я, безусловно, говорю о больных детях. Это наш курорт, Евпаторийский, бывшая всесоюзная здравница, всеукраинская, теперь мы надеемся, что она станет всероссийской здравницей, принимает к себе практически 80% детей, которые состоят на учете по заболеваемости. Это направление сердечно-сосудистой системы, органов опоры движения, неврология, органы дыхания. Поэтому это большой серьезный потенциал, которому сегодня уделено внимание. И я просто верю и хочу, чтобы это реализовалось, потому что восстанавливать здоровье и в том числе больных детей, это большая государственная задача, это потенциал нашего государства, это будущая нация нашего государства. Поэтому сегодня это дети, буквально через 5-6 лет, это молодое, трудоспособное поколение, которое будет работать и будет представлять наше государство. Спасибо большое, Елена Федоровна. Конечно, новые технологии требуют и новых кадров, и мы надеемся, что в санатории будут идти, как и в Ночный следственный институт. А я пока что передаю слово своим коллегам из Симферополя. Большое спасибо, Настя. Желаем вам интересного и продуктивного дня. Напоминаем, на связи был Евпаторийский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Анастасия Крапивина. Продолжение следует...